Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря, даже несмотря на то, что пятница, отчеты, которые точно привнесут снова волатильность и станут причиной серьезных движений практически всех сегментов финансовых инструментов. Речь идет о данных по американскому рынку труда. Официальный релиз Non-Farm Perils. Ждем публикации статистики в 13.30 по GMT. Напомню, это блок данных, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, темпы изменения уровня безработицы и динамика заработных плат. Может быть, из всего вот этого многообразия подкомпонентов нас будут больше интересовать показатели по заработным платам, потому что в конечном счете нужно разобраться, нужно иметь представление, понимать вообще, что происходит с инфляцией в США как тенденции, потому что политика американского регулятора, разумеется, вертится вокруг вот этого изменения инфляционного показателя. Если ФРС, опять же, будет и дальше сомневаться в том, что тренд носит устойчивый характер снижения инфляции, то тогда мы будем продолжать работать жестко монетарной политикой. И как только наоборот появится убедительное свидетельство того, что инфляция продолжает снижаться, американский регулятор начнет менять денежную кредитную политику. Ну, хорошо то, что у нас есть возможность лавировать, мы, собственно, приспосабливаемся к риторике Федрезерва и на основании того, что слышим от Джерома Паула, корректируем наше представление по индексу доллара. Также сегодня в 15.00 по GMT выйдет индекс доверия потребителей от Мичиганского университета. Для, скажем, общей оценки потребительских настроений будет не лишним проанализировать этот отсчет. Прежде чем перейти к анализу, хочу обратить ваше внимание на очень важную новость, которая вчера и стала причиной распродаж американского доллара и повышенного спроса на риск. Это новости, связанные с Ближним Востоком. В частности, скажем так, если вернуться к Палестино-израильскому конфликту, то Израиль согласился с предложением о прекращении огня. Но, правда, представители Хамаса это пока еще не подтвердили. Ну, рынок сейчас настолько полон энтузиазма и оптимизма, что, может быть, стоит как-то серьезно воспринимать уже эту новость, потому что индекс доллара уже котируется на отметке 102.87. А тот же самый американский фондовый рынок, хотя там есть и свои факторы движения, уже на исторических максимумах и в одном шаге от того, чтобы, в частности, S&P 500 достать до нашей долгосрочной цели в 5000 пунктов. Я полагаю то, что сегодня мы легко можем увидеть данные значения котировки. А теперь по порядку. Индекс доллара 102.87. Американская валюта, точнее, этот инструмент должен быть в портфеле с конкретным представлением того, что с ним может произойти в долгосрочной перспективе. Это должна, скорее всего, быть небольшая сделка, но просто для того, чтобы вы обращали внимание и анализировали фундаментальный фон именно американского происхождения. Если посмотреть на долгосрог, то пока что у нас после заседания Федрезерва четкое понимание того, что ФРС не намерен в ближайшее время менять инвентарную политику. То есть четвертое заседание подряд. Ставку оставили на прежнем уровне 5,5%. А в ходе сопротивленных заявлений на пресс-конференции Джерома Паула мы получили сигнал о том, что снижение ставки уже не является базовым сценарием. Это касательно мартовского заседания. И ФРС хочет получить больше доказательства того, что инфляция, с одной стороны, там были такие витеваты формировки, стремится к 2% как к целевому ориентированию. А с другой стороны, были также заявления, что нужны доказательства того, что инфляция окончательно стабилизировалась в районе 2%. В общем, не знаю, на какой из этих тезисов нам стоит ориентироваться, но все равно нужен большой прогресс снижения инфляции, которого, как мы понимаем, сейчас нет. Вчера еще вышел отчет АСМ производственного сектора, который оказался неплохим. С рост 47,1% до 49,1%. Да, ниже 50% сейчас находимся по этому индукции. Но все равно, прежде чем мы уйдем выше 50, нужно было восстановиться с этих многомесячных минимумов. И пока что это получается. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте сейчас 35%. Сегодня ждем нонфармы, которые могут уточнить, опять же, эти перспективы. Я советую прямо не дожидаться брифинга в понедельник. После того, как выйдут нонфармы, перейти на сайт FedWatch и посмотреть, как меняется вероятность и ожидание рынка вот этой смены риторики и в целом политики со стороны Федрезерва. И в понедельник, разумеется, обсудим. Золото 2054 доллара за Атройскую унцию. Наша цель достигнута. Она была на отметке 2060. Ждем дальнейшего роста, потому что сантимент прям зашкаливает. Доходности трежерис провалились. В частности, сейчас это уже минимальное значение, по-моему, с начала декабря. Если говорить про десятилетки, 3,89%. Сезон отчет продолжается. Опять же, особого негатива нет. И попутным ветром сейчас для той же самой фонды выступает еще и снижение курса американского доллара. Так же, как и для золота. Поэтому идеальные точки входа ранее были уже выбраны. Мы с вами решили все-таки, несмотря ни на что, покупайте золото и американский фондовый рынок, и эти сделки приносят уже хороший профит. По золоту сегодня я предлагаю метить на значение 2080 долларов за Атройскую унцию. Что касается американского фондового рынка, S&P, цель 5000 так и остается. Рынок нефти 7907, учитывая тот позитивный фон, связанный с потенциальным перемирием между Палестиной и Израилем, я надеюсь, что в конечном счете все так оно и будет, то риски такого глобального ближневосточного фактора, в том числе и связанной с блокадой Красного моря, они могут очень быстро нейтрализоваться. И нужно быть к этому готовым. Я советую сейчас посмотреть на рычный сантимент. Больше 80% трейдеров решают, что думают, что золото черное продолжит расти. И когда такие экстремальные значения, я прям спешу, друзья, с вами поделиться информацией, еще стараюсь к этому добавить тот фон, который есть, чтобы у вас было четкое понимание, что когда на рынке действует такое позиционирование, такой сантимент, и мы понимаем, что сейчас фон будет больше способствовать развитию нисходящей динамики, нужно действовать. Я, собственно, это и делаю. Сегодня я начал снова шортить нефть с целями 75 долларов за баррель. Британская валюта против доллара 1,2750. Заседание Банк Англии позади. Решение по ставке без изменений 5,25%. Но большое спасибо Бейли, который подтвердил, что при необходимости готов снова поднять ключевую процентную ставку. Это первое заявление, которое нужно интерпретировать как исключительно жесткое со стороны представителей центральных банков в последнее время. То есть раньше все касались темы того, что нужно сохранить выжидательную позицию, но никто не допускал возвращения к политике более высоких процентных ставок. И на этом фоне фунт, конечно же, восстановился. Я надеюсь, что этот рост продолжится, и мы доберемся до нашей цели 1,2930. И вчера во время голосования двое из девяти голосующих членов Банка Англии уже прям на вчерашнем митинге поддержали идею того, что нужно уже снова повышать ключевую процентную ставку. Ну, я думаю, что все-таки повышать больше не будут, но вот сохранить ее на уровне 5,25 удастся, возможно, до конца третьего квартала. Доллар канадец 1,3376, цель 1,3350. Актуально, я думаю, что в ближайшие часы мы до нее доберемся. После сильных данных по ВВП на Канаду вчера вышел неплохой отчет по активности производственного сектора, рост 45,4 до 48,3. И доллар иена 146,50 пока не меняется из-за слабости доллара. Да, валютная пара откатила, но мы понимаем, что долгосрочно контраст монетарных политик, нежелание Японии вмешиваться в текущий курс или отсутствие возможности у Банка Японии из-за ситуации с инфляцией ужесточать политику, будет давить на позиции японской иены. А американская валюта, скорее всего, снова может обновить локальные максимумы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!